Сегодня у нас необычное интервью, во-первых, потому что это наш первый взрослый человек, который мы получили такие результаты хорошие, а во-вторых, такая необычная болезнь или состояние, даже не знаю, как это правильно называется. Вообще-то расстройство, это расстройство, психическое расстройство, в принципе, наверное, даже так. Расскажите, как, что это такое, откуда возникло и что было вообще? В принципе, оно классифицируется психиатрами, психологами, психиатрами, именно как расстройство пищевого поведения. Заболевание такое, как анорексия, оно больше всем известно, в нем больше, наверное, и в средствах массовой информации больше. Как-то известно это скорее-то. А заболевание такое, как, например, булимия, так называемое, оно не так известно, либо не так распространено. Моему заболеванию оно больше 12 лет, как таковому уже в таких серьезных проявлениях, скажем так. А так, если совсем далеко-далеко отматывает, то, наверное, где-то вот с патрускового возраста, когда началось недовольство собой. Когда хочется нравиться мальчикам, а ты, в общем-то, где-то не в стандартах, ну, в неких нестандартных, наверное, которые даже сами себе, которые мы выставляем. Надуманы, надуманы больше. То есть для меня это были вот очки, хотя при этом вес у меня всегда был даже худоват, наверное. Проблема, она именно недовольство внешним видом, то есть это такая первая причина вообще развития пищевого поведения, вот это вот расстройство пищевого. То есть потом студенчество, да, дальше уже следующая была зацепка на студенчество, жили в общежитии, ну, определенный какой-то голод, да, то есть ты вроде как уже не с родителями, тебе нужно думать о пропитании, то есть какая-то зацепка уже заколлективная. То есть давайте, а что нам кушать, а что нам не кушать, и уже появились вот эти вот признаки, потому что надо покушать, надо покушать. То есть этот вот, и я первый раз тогда там поправилась, причем, ну, так очень сильно поправилась. Надо что-то делать, да, и начались первые признаки необходимости какой-то диеты, появились ограничения, а кушать-то хочется, ну, в любом случае. Вот мы дальше вот так вот, дальше начинаешь двигаться, где-то уже диеты, где-то там уже какой-то спорт, голодание, то есть вот первые признаки где-то, анорексии какой-то, потому что на пятом курсе точно помню голодание. Начались вот эти приступы анекдролируемого обжорства, то есть такие, это тоже одна из градаций таких пищевого расстройства. Началось активное увлечение физическими нагрузками. То есть вот этот фитнес, он как раз начал в моду входить, и он широкое такое распространение. Ну, так это же как бы норма считается, физические нагрузки, ограничения питания. Это хорошо. Так а в чем плохо? А в чем плохо, потому что эти нагрузки, они начинаются быть очень, ну, тоже такими чрезмерными. То есть это то, что, ну, за счет чего, ну, вот человек кушает-кушает, много кушает, переедает. И появляется необходимость, жуткая потребность, вот это, ну, как это назвать, побочные, называемые так, вот после переедания, ну, естественно, что огромное количество калорий. И это как побочный эффект, лишний вес. Для того, чтобы убрать этот побочный эффект, нужно с этой едой что-то сделать. Либо, ну, то есть в тот период я тогда пришла к решению, что это должны быть физические нагрузки. И то есть настолько до такого изнеможения, то есть я даже для себя это как путь реализации, самопроявления. То есть я ушла именно в фитнес-экструкторы даже, то есть для себя. А мне это очень нравилось, я видела в этом результаты. Но это тоже имеет некий потолок, так тоже невозможно, потому что ты переедаешь, переедаешь, и потом скачешь, скачешь, прыгаешь, прыгаешь, и невозможно. Потом начались проблемы со здоровьем, непосредственно, например, у меня с коленями. А третий уже такой признак, в общем-то, самих булимиков, так называемых, да, это уже вот эта вот необходимость избавления от съеденной пищи, она уже потом приходит в разных дальше вариантах. То есть если уже физические упражнения не помогают, а переедание, оно остается, и при этом я же хочу выглядеть хорошо, я хочу быть стройной, я хочу быть красивой, так как я это себе представляю. Как я себе представляю тебя. Да. Тогда нужно как-то избавляться от еды. От еды отказаться не могу, тогда мне нужно от нее как-то отказаться. И, собственно, тогда уже приходит решение, так как это я называю, такой экстренной эвакуации содержимого желудка. Это как древние греки лежали возле столов, потом перышко в рот. Совершенно верно, да. То есть для них это была норма, в нашем обществе это не норма. Хотя на тот момент, я вообще даже не знала, что такое заболевание как таковое, именно, да, с забавлением от еды, вообще в принципе существует. Для меня это было как такое откровение. Ну, легкий способ, да. Так можно было. Легкий способ. Да, то есть я чувствовала себя вообще как будто волшебником. Ну, отлично. Да, я повернула, это знаете как, возвращаем время вспять. Ну, отлично, чем плохо. Отвернули, все здорово. Но только оказалось, что все это недолговечно. Где-то там через, не знаю, точно не могу сказать год, может два, это перестало работать так, как оно хотелось бы, или так, как это было в самом начале. Все действие ослабло. То есть ты при этом понимаешь, что способы не работают, здесь ты все равно хочешь, переедаешь, физические нагрузки уже так не помогают, а зависимость при этом осталась. И ты уже не можешь ничего, не от этого ничего отказаться, и уже ничего не помогает. Что значит не работает? Что значит ослабло? Вес добавляется. То есть настолько, видимо, организм. То есть это же были периоды перееданий, избавлений. Тут же еще идет вход и какие-то таблетки, которые снижают аппетит. И там и слабительные могут использоваться. И все, что можно придумать. Освободиться от еды, да? Да, каким образом можно, любым способом. А насколько это часто, я не понимаю. Ой, начиналось это где-то, раз в неделю, где-то каких-то праздников, да, или какие-то вот такие вот. Потом это все чаще, это все чаще. Это могли быть вообще ежедневные запои. Это как алкоголизм по большому счету. То есть каждый день вы наедались, шли в туалет там и с перышком там. Да, ну в общем там, собственно говоря, и так. И это не помогало, и вес все равно шел? Да, то есть настолько, видимо, изменяется работа организма. Он не понимает. Потом ты начинаешь период какого-то голодания. Ты понимаешь, что не работает. Начинаешь голодать. Потом ты снова переедаешь. Потом опять голодаешь. И это вот такие вот постоянные качели. То есть организм вообще не понимает, что происходит. То ли ему запасаться едой, то ли ему она не нужна. Что с ней делать? Ну, наверное, стресс, он, наверное, хочет запасаться. Да, да, раз. Да, и все. И вот оно и не работает. И ты живешь, ты думаешь только об этом. Ты живешь только для этого. И все остальное, в принципе, ты на жизнь смотришь, вообще на сферы своей жизни выстраиваешь только через призму своей худобу. Ты худой, все замечательно. Ты начинаешь похрабляться, начинается проблема. То есть, в принципе, вообще вот это все состояние, оно такое негативное, в принципе, изначально, в самой основе. Во-первых, ты злишься на себя. Стыдно. Ты ругаешь себя. Ты в постоянном находишься в таком негативе, в раздражении. И, соответственно, всем твоим близким ведь от этого нехорошо приятно. Новое раздражение. Первичное обращение к нам было по поводу аллергии. Сильного аллергического раздражения у ребенка. И вот смотрите, раздражение мамы на себя и на жизнь, на свой вес влияло на здоровье ребенка. Именно раздражение. Раздражение в подсознании взрослого вливалось в аллергическую реакцию на кожу у ребенка. Мы начинали работать с ребенком и смотрели, почему мы убираем раздражение, оно возвращается. Мы убираем, оно возвращается. И в этот период мы познакомились с диагнозом мамы, с тем, что у нее булимия. На самом деле этого слова мы до знакомства не знали. Мы не знали, как с ним работать, мы не знали, что это за заболевание. Мы вообще работаем не по медицинским критериям. Мы просто видели огромное количество скопившейся негативной энергии в подсознании. Причем это целые пласты, когда человек не любит сам себя, не ценит сам себя, не заботится сам себе, злится сам на себя, злится на свою жизнь, злится на свое отражение и так далее. Это целый пласт программного обеспечения, связанный с психоэмоциональными состояниями. В этом это не можешь признаться. Признаться нельзя. Ну как об этом признаться? Сам виноват, да. Дело даже не... Ну и как бы и сам виноват. Ведь люди... Ну, во-первых, это отношение к тебе сразу. То же самое я себе вам сказала, что я ем экскременты. Ну, как-то вот фу. Ну вот правда. Есть же, опять же, у нас же бьюти индустрия, это же огромный бизнес. Навязывание, там, годами внешнего... Да, идеалов, стандартов. Да, идеалов, да. Должен быть такой. И все уже смотрят, что человек, который где-то чуть больше внешнего виза, где-то чуть покруглее внешнего вида, да, где-то чуть покруглее, вот он, собственно говоря, уже не укладывается. К врачам обращались, к специалистам? Нет, вот как раз таки к врачам я не обращалась. То есть я имела в виду, что я искала возможность немножко другое. По психотерапии для себя я не рассматривала. Я посмотрела, как это лечится, в принципе, да, что мало того, что это долгосрочный период постоянных психотерапевтических встреч, да, то есть это какие-то разборы, наверное, каких-то травматических ситуаций, как это все было, переживания, проживания, то есть где, когда это что запустило этот процесс там и так далее. Мне, честно говоря, копаться не хотелось, я хотела решить вопрос. Ну и плюс еще ко всем прочим психотерапия, она же строится еще на медикаментозном лечении, то есть это антистрессовые всякие антидепрессанты однозначные, ну а дальше уже там, что у тебя там натестируют, и будут ли это еще какие-то нейролепии, я не знаю все что. Ну то есть это уже не, подсаживаться на такие вещи тоже не хотелось, мне хваталось уже моей зависимости, которую я как бы там ни было старалась контролировать. Я искала, искала какие-то варианты, как же решить свои проблемы, в общем-то. У Наталии там есть видео, вот это Хеленге, да, там, я уже не помню, как они называются, но суть, в общем-то, тут. Вот я зацепилась, и я посмотрела, ой, что-то тут ребята делают. Хотя, конечно, сначала было, ну, типично, непривычно, ну, люди спят, да, вот, внешний вид, когда только первые какие-то. А потом, когда начинаешь погружаться, и стримы, да, о чем говорят, о что говорят, и когда начинаешь понимать, что тебя начинает цеплять, ты начинаешь понимать, что, ну, ведь правильно ведь, что решение всех проблем, оно в себе, внутри в себе. Не где-то кто-то сделал что-то там для тебя или за тебя, да, а ты же сам, и в себе внутри нужно, ну, понять и разобраться, что же не так. В принципе, получается, самый метод, это же, вот, погружение, да, в себя, в самого, и дальше уже разбор с самим собой, именно тет-а-тет. С подсознанием, с глубинными структурами психики, да. Именно там, вот, у себя внутри, не кто-то там, где-то, куда-то мы вынесли. Вот, ну, и, собственно говоря, и, в принципе, на консультацию первую я пришла, что же не сразу. То есть я где-то, первая консультация у нас была в конце января, а начала я смотреть ваши работы, следить, ну, за вашей работой, где-то, наверное, с октября, где-то с октября, ну, то есть не сразу. Пока смотрела, изучала, смотрела видео, что вообще бывает, а потом у вас начались именно сами фильмы, да, о детках-аудистах, которые вот уже такие результативные. Вот тогда вот оно, вот тогда вот оно выстрелило, и стало понятно, вот надо, надо делать. Ну, интересно, у нас же результаты по аутистам, а как бы вот с этим мы особо не работали. Я пробовала как-то где-то, даже на стримах пыталась задавать вопросы, работаете ли вы с булимией, да, как бы, ну, даже, как бы, даже не в этом, потому что много вопросов же идет, да. Но. Сама суть мне стало понятно, если у вас есть проблема, то нужно обращаться. От того, что вы где-то спросите, вот так даже на каком-то стриме, да, или где-то там как-то еще, ну, мы вам, ну, вы не решите проблему. Мы вам можем поговорить, да, а проблема же не решится. Поэтому, собственно говоря... Ну, как говорят, по телефону мы не лечим. Ну, в принципе, да. Ну, как бы тут, собственно, в общем, да. Да, и я посмотрела, что если есть даже с таким, казалось бы, заболеванием с детками, которые, ну, в принципе, наверное, нигде, никогда. Никогда, да. То здесь, то почему бы и нет. Вот, собственно говоря, и с этого и началась наша такая совместная работа. Но после первой консультации мне полегчало, но не до конца. В январе было первое, да? Да, в конце января. То есть февраль, февраль-март, я еще такая варилась еще там в собственном соку. А что там было, кстати, что сказали? В результате, ну, там, конечно, Андрей с Натальей, они накопали сразу глубинное убеждение именно выноса Бога из себя, выноса ответственности. Вынесли Бога, завалили в голод. Все. И это такая инкарнация, это так глубоко-глубоко. То есть у меня потом, судя по всему, было столько инкарнаций, которые завязаны были на голоде и нищете, что я до сих пор чувствую, я не могу наесться от того, что мне все время голодно. Вот от этого вот, то есть там и военное время, когда, в принципе, все было плохо, то есть оно все, это вот откладывалось, откладывалось. Но суть, как бы, в любом случае, это ответственность. Ответственность, которая была в свое время вынесена. Вот Бог даст, будет. Не даст, не будет. От меня ничего не зависит. Да, ну вот, как бы, вот так. У нас есть опыт работы с анорексией и булимией. И во всех случаях, как правило, люди голодали в прошлых жизнях. Голодали жестко. И даже умирали от голода. Люди не верят в опыт прошлых воплощений. А он есть и влияет на текущую жизнь. Мне полегчало. Но это было бы, но меня все равно вот так вот качало. То есть неделю я думаю, фу, классно. А потом вторую неделю я в основном начинаю почему-то заваливаться. И так, пф, не работает. Потом опять, вроде бы ничего. Но как-то все равно, все равно есть охота. Да что ж это такое-то, вот это вот. А практики там какие-то рекомендовали вам? Зеркало. Зеркало я начала делать. Начали делать, да. С февраля я начала делать зеркало. Вот. И оно такое, ну она такая интересная, конечно, практика. Каких-то жутких слез и рыданий у меня не было. Но вот такие вот. Когда ты смотришь на себя и говоришь, что ты любишь себя, сначала как-то. Это странно. Да что, я не люблю вроде себя? Ну как-то все же себя любят. Все же себя любят. Да, как-то вот нет. И вот оно потом постепенно нарастало своими словами, которые хочешь себе сказать, которые важны для себя. А что-то, ты понял, что-то приходит. Ну то есть там же период такой долгий, да, там 4 месяца же получается этой практики. Ну, было так интересно. То есть начала приходить глубина, да? Да. То есть оно такое. Осознавание, прочувствование. Сначала это скорее было как игра. Ну вот так. Обязаловка. Ну какая. Во-первых, надо. А во-вторых, ну все равно, нет, я верила, однозначно верила, что должно получиться. Ну почему-то не работает. Ну почему же она не работает-то? Вот так вот. И вот я вот все-таки меня вот так вот качала. Потом я обратилась еще раз к Наталье. Она говорит, давай на консультацию еще раз. Что-то не справляешься, сама не справишься. И потом вот с Андреем еще нашли вывертыши такие, которые и на деньги завязаны, и на какие-то еще такие решения. Еще нашли то, что еще давало вот, получается, на вот это заболевание из разных сфер. Все вот почему-то вот туда. Вот все вот этот голод, все вот это переедание. Ну и там нашли инкарнации вроде бы и с деньгами, но тогда, когда и были эти корсеты, когда ничего нельзя было поесть, и тебя тошнит от того, что ты, да, ты все время такой вот зажат. Да, ты не можешь дышать, ты не можешь ничего поесть, и тоже какие-то вот решения оттуда тоже вот они выходят. Вот. Да, и вот после нее стало легче. Стало легче. После второй консультации стало легче, но все равно приступы все равно еще были, однозначно были. А приступ в чем проявляется? В перееданиях. В перееданиях, да. Как приступ выглядит? Я начинаю переедать. Ну, я сначала еду, ну, я же есть хочу. Ну, я знаю, у меня там в шкафу есть вкусняшки. Я не могу, я начинаю отвлекаться, делом заниматься, но я же знаю, что они там есть. То есть все мысли об этом? Только об этом. Я пошла, все, я наелась, мне стало легче. А потом идет вход. Ну, вроде как, давай бутерброд еще, может, я съем, а может, еще что-нибудь съем, а может, сейчас еще и вот, и вот это, и вот это, и вот это. Вот здесь. Все, уже дальше терпеть невозможно. Дальше идет экстренная эвакуация задержимого желудка. Либо прием каких-то слабительных, либо там еще что-то. И тоже становится легче, но противно. Это неприятно. Это вообще такое заболевание, такое очень стыдное. Вот поэтому о нем, наверное, так мало знают. Хотя, я думаю, что вот анорексию ее видно. Ну, они все очень худые. Ну, и там проблемы со здоровьем очень явные сразу проявляются. Здесь ведь их таких нет. То есть вес нормальный, внешне нормальный. То есть все в среднем таком варианте. Я думаю, что огромное количество людей могут этим грешить на самом-то деле. Просто они не знают. Просто никто не знает. Потому что это такое заболевание, ну, такое домашнее заболевание в некотором смысле. Вот, поэтому приступы были у меня все равно. Время от времени эти приступы случались. Вот, ну, и, собственно говоря, да, я вот Наталье пишу, что вот как обратную связь, я говорю, вроде легче, но цепляешься за коллективное. Потому что тебе есть уже определенное мнение, что как-то поправиться-то я не могу. Вот, и это тоже начинает где-то запускать снова вот эти вот. Вот, и Наталья уже тогда говорит, давай на десятидневку. И вот уже после этих десятидневки уже перед ней где-то, наверное, я прямо отъедалась жутко-жутко. Недели две я прямо вот отпустила, просто отпустила ситуацию и просто отъедалась. Вот все, что мне хотелось. Вот, вот, вот так вот. И при этом, а при этом желания избавиться от еды не было. Ну, вот так вот, как-то странно. Вот, пошли вот эти вот именно такие вот уже, как бы, изменения. Плюс еще зеркало, а потом еще десятидневка. И мне просто вообще отпустило. Десятидневка, вы каждый день давали отчет, что происходит. И с вами работали, да? Я прямо когда-то писала, Наталья, не жару. Не жару, соответственно, и не избавляюсь. Ну, собственно, нет причины. Странно. Вот, она говорит, сейчас полегчает, нормально. То есть они параллельно работали? Да, да, да. То есть я даю обратную связь. Они работают, что-то дорабатывают. Да, ребята, как бы, да, меня, значит, поддерживают. Смотрят там, что надо подправить. В принципе, десятидневка прошла очень спокойно. То есть вот как-то вот были такие вот какие-то. Ну и все, дальше у меня это было конец мая. Десятидневка – одна из самых эффективных форм нашей работы. Это когда мы 10 дней каждый день имеем от человека обратную связь и точечно корректируем настройки в его подсознании. То есть мы видим, какие программы срабатывают, какие поведенческие моменты включаются, где подкорректировать, что нужно сделать. Чтобы он себя начал комфортно чувствовать, где возникают напряжения. И вот эти напряжения мы помогаем ему снять и сформировать новые привычки. По сути дела, это такой точечный, достаточно глубинный труд. И вот в случае с нашей подопечной работала Ирина, потому что это заболевание было нам до сели неизвестным. И нам надо было искать, откуда прилетают программы, которые формируют определенные инстинкты, реакции, определенные зависимости. Более того, надо было проработать психоэмоциональный слой, потому что очень большое количество подавленной агрессии, злости на саму себя давали о себе знать. Именно 10-дневка, она помогает найти выход в тех случаях, когда другие решения не работают. То есть, в принципе, после 10-дневки прошел уже месяц, да? И я чувствую себя здоровым и счастливым человеком. То есть, после 10-дневки все как бы сразу резко? Постепенно. Постепенно. Нет, не резко. Очень хотелось. Мне вообще хотелось бы даже после первой консультации, чтобы я утром проснулась. А все, а все здорово. Прошел месяц, вы чувствуете себя нормальным человеком? Устраивает вес? Да. У меня вообще сейчас все замечательно. Есть хочется? Ну да, как нормальным людям. Я стала чувствовать нормальные приступы голода. То есть, вы нормально едите? Нормально едите. Я могу все съесть, в принципе, все, что я вижу, все, что я хочу, и сладости, и вкусности. При этом я нормально оторвожу. С перееданием, без переедания? Нет, да. Знаете, что появилось? Спокойное отношение к еде. Спокойное отношение. Если раньше оно меня раздражало, мне очень хотелось. Вот прямо невозможно. Я не могу это контролировать. Зачем спокойно? Вот спокойно, ну да, есть еда. Я могу ее съесть. Сколько год, остановиться в любой момент. Абсолютно спокойно. Если вкусный, там, пирожок испекли, я знаю, что он вкусный. Я съела кусочек, ну, два могу съесть. Ну, если он очень вкусный, спокойно. Я знаю, что я могу потом перейти. Нет вот этого, как будто не будет. Если я сейчас не съем, его не будет. Да будет. Ну, то есть, не будет он, будет что-то другое. То есть, желание избавиться от еды, съеденный, вообще нет, пропало все. Так уже нет смысла. Сейчас как-то все спокойно, абсолютно спокойно. Это даже удивительно, даже как-то странно так жить и вообще не думать о еде. Ну, вот оно такое постепенное. Я каждый день замечаю, что я все спокойнее и спокойнее отношусь к еде. Даже вспоминать о том, как было, уже даже вспоминать не хочется. Уж не говоря о том, что возвращаться в такие состояния. Ясно. То есть, сейчас вы живете нормальной, полноценной жизнью, как бы на себя ни на кого не злитесь, и все хорошо. Да, да, знаете, потом приходит понимание, что счастье есть, и вообще счастье даже совсем не в еде, и далеко не в еде. Да и, в принципе, не во внешнем виде. Хотя, конечно, ну, как любой девочке хочется выглядеть, это хорошо, правда? Ну, тем не менее. То есть, приоритеты смещаются, однозначно. Но это интересно. Пожелаете девочкам, которые с такими же проблемами, поделитесь чем-то опытом, что нужно сделать? Нужно, да что нужно делать? Во-первых, не надо вообще этого делать. Ну, это понятно. В принципе, да, вот в это, спускаться вот в это все. Не переносит это ни счастья, ни удовлетворения, вообще не в эту сторону. Но, тем не менее, как бы я рада, я очень рада, что я нашла вас. Да, и что есть результат. И результат, на мой взгляд, достаточно ведь быстрый. Да, хотя срок заболевания, как такового, ну, больше 12 лет. То есть, конечно, говорить о том, что, может быть, я бы еще не говорила о том, что я полностью здоровая. Я не знаю. То есть, я прям боюсь об этом сказать. Не знаю, там, или как-то сглазить, или еще что-то. Потому что до этот период, он очень большой, да, а период такого вот выздоровления, он очень короткий. Вот в соотношении в этом. Ну, тем не менее. Полгода получается, да? Да, ну, как-то так. Во всяком случае, шли мы к этому. Вот так вот. Вот. Ну, во всяком случае, хочется сказать о том, что ведь решение-то уже есть, им надо воспользоваться. Это, ну, однозначно. Других вариантов я для себя, вот, в принципе, даже и не видела. И нашелся тот вариант, который действительно работает, тот, который нужен. И, знаете, вот на антидепрессантах люди сидят, они, в принципе, наверное, счастливы. Ну, я не знаю. Ну, вот у них снимается вот эта тревожность, да? А на инфодайвинге без всяких лекарств. Без всяких лекарств. Все снялось, да? И не было мучительно, больно, да? Не было плохо, страшно или там горестно. Все, наоборот, шло шаг за шагом постепенно. В общем-то, к результату. Ну, здорово. Я рад за вас. И за нас, и за вас, что все хорошо. Ну, расскажите нам про Маргариту. Что там было? Результат, да, которым хочется тоже поделиться. Сколько лет? Сейчас 1,10. Год и 10. А обратились мы, так, сейчас скажу, ну, месяца 4 назад где-то, да? С причиной какой-то, ну, с проблемой аллергии. То есть кожные проявления, да, на лице, на по телу. Вот. И самое такое основное, что очень беспокоило, это вот на подушечках пальцев очень сильно шелушилась, прям трескалась кожа. То есть мы обращались к аллергологу, непосредственно к дерматологу, да, сказали, что, да, вот у ребенка такая, ну, вот такая кожа, она так реагирует, да? Собственно, это тоже орган, и он будет вот таким вот образом на некие раздражители реагировать. Приписали нам некое лечение, там, гормональные мази, потом там мазь какая-то такая составляющая, которая готовилась, и потом уже непосредственно такие эмаленты, так называемые, то, что очень здорово увлажняет и смягчает кожу. То есть вроде как поначалу мне показалось, что стало легче от этого лечения, но какой-то короткий промежуток времени. То есть потом все равно все стало возвращаться. Если где-то на лице высыпания они быстро достаточно снимались гормональной мазью, да, то пальчики, они уже, вот они все равно какое-то такое перманентное состояние, они потрескавшиеся, постоянно шелушатся. Это вот ребенку можно такую гормональную мазь, в таком возрасте уже, да? Можно, можно, можно. Выписывают врачи. Ну, там на несколько дней, там 3-5 дней, да, чтобы снять вот это острое, вот, и потом переходные какое-то там лекарства. Вот, собственно говоря, вот, ну не проходят пальчики, не проходят, вот все равно они потрескавшиеся. А агенты находили, на что аллергия там? Ничего, ну в таком возрасте, я так понимаю, что не очень-то и проводят эти, там, тесты, то есть они, наверное, не очень информативны. В принципе, нам дерматолога сказала, что дело даже не в аллергенах. Вот просто у вас ребенок, вот так реагирует кожа. То есть якобы на все будет аллергия, да? За ней надо ухаживать, за кожей надо ухаживать. Никакая диета не поможет, да? Да, хотя я сама сидела на диете, ребеночка кормила, да, и придерживались с маргаритой там некого, там убирали во всяком случае сладкое молоко, стандартное хотя бы, потому что что-то красное такое, чтобы оно не раздражать. Но особого влияния я не видела. Даю высыпание, не могу понять на что. То же самое, что-то даю, все равно высыпание. Даю, не даю какую-то еду, все равно какие-то высыпания не работают. И вот мы, собственно говоря, на консультациях тоже с Натальей и с Андреем отрабатывали маргариты, вот эти вот высыпания кожные. Меня прям вот очень волновали именно пальчики, потому что пальчики, они же везде. Это и песок, да? И вода. Это все вот раздражается. Я работала со своим параллельным раздражением, потому что все-таки, когда мама нервничает, ребенка, собственно говоря, он тоже отражает. Да, как в зеркале, это мое состояние в том числе. То есть я старалась прорабатывать свое раздражение. Ну и, в общем-то, ребята, команда, прорабатывали со своей стороны уже непосредственно. Нашли тоже страхи у ребенка, которые влияли, в общем-то, на это, на такое кожное заболевание в том числе, которые тоже убирали вот из подсознания, вот какие-то такие штуки, которые, как оказалось, тоже могут влиять. Вот. И вот после 10-дневного, уже к концу 10-дневного, в принципе, наверное, 80-90% пальчики уже очистились. За 10 дней, да. Начали очищаться. Да, и начали очищаться, и все. И как-то в один день смотрю, такие здоровые. Ну, то есть все, уже такая кожа очень... И вот уже месяц прошел, и все. Я ничем уже давно не мажу. Вы ничем не пользуетесь, не мажете? Я уже давным-давно ничем не мажу. Ест все, как и ела. Все, как и ребенок, да. То есть уже и молоко, и все прочее. Но пальчики, это просто вообще, это просто чудо. То есть такие, какие они были, и как они просто окажутся вот здесь, вот просто такой мэджик. В один день я смотрю, они такие совсем другие. Думаю, надо же, странно. Вот. Как-то так. Как бы она же не... Ну, ребенку двух лет нет, она не знает, что с ней работали, да. Нельзя сказать, что это психосоматика. Нет, однозначно нет, конечно нет. Как это... Так вот как-то даже интересно. Чудо, чудо закрыто. Да, да, это вот как... Они раз и прошли просто сами. Я однозначно ничем не мазала. Мне даже было просто интересно самой, как эксперимент. То есть не помогать. И в принципе мы на 10-ти дневке... Я с Натальей писала, я говорю, может, не помазать, потому что мне кажется, оно ей может чешется, может, оно как-то зудит, и неприятно где-то. И она говорит, ну нет, пока не трогайте. Давайте вот посмотрим. И ничего не трогали. И вот так вот. Отлично. Вот такой результат. Позовем ее. Опа. Привет. Привет. Здорово, все, дядя. Скажи привет. Что ты нам скажешь? Можешь что-нибудь сказать? Ну. Ну скажи, кто это у тебя? Кто это у тебя тут в ручках? С кем это ты пришла в гости? Кто это? Кто это? Котя? Котя. А покажи нам ручку свою. А покажи пальчики. Ой, какая красивая ручка, чистая. Здоровая, молодец. Вот они пальчики. Да. Если уж там кажется как будто придираться. Мама, пойдем? Ну пойдем. Ладно. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам. Всего хорошего. Этот фильм очередной из цикла «Это невероятно, этого не может быть». На самом деле те чудеса, которые мы показываем в каждом из наших фильмов и которые вы можете читать на страницах нашего сайта и можете непосредственно получать подтверждение от участников, которые состоят в чатах, которые пишут нам письма и так далее. У нас уже тысячи людей, с которыми мы работали и у которых есть результаты. И как бы общество не закрывало глаза, мы говорим, это возможно. Это возможно благодаря исследованию и изучению программного обеспечения человека, благодаря изучению глубин психики человека, благодаря погружению в те недра, где формируется вот эта проявленная реальность под названием жизнь в текущей симуляции. Мы относимся к жизни как к симуляции, мы относимся к устройству человеческой психики как к устройству компьютера и рассматриваем это все по образу и подобию. И благодаря этому мы находим алгоритмы и методики работы с подсознанием, которые непосредственно, кратчайшим образом ведут к результатам в проявленном мире. Изменив программные настройки, мы видим результаты. Убрав злость, агрессию в подсознании у мамы, мы имеем результат по здоровью ребенка. Убрав текущие травмы из прошлых воплощений, мы имеем результат в проявленной реальности и так далее. У нас много заболеваний, которые считаются в нашем обществе либо тяжелоизлечимыми, либо неизлечимыми. Это и онкологические, это и диабет, это и цариаз, это и, 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 и. По многим еще не сняты фильмы. Пока мы снимаем больше по аутизму, по эпилепсии, по ДЦП, ну вот сейчас булимия, ну вот аллергия, и мы говорим, можно обойтись без лекарств, а можно воспользоваться еще и знаниями медицины и совместить инфодайвинг, работу с психикой, с лекарствами. Это еще укорачивает, но это грамотное совмещение, когда не уничтожаешь печень, не уничтожаешь почки, когда ты подходишь действительно к человеку как к целостной личности, которой есть психика, с которой надо отдельно работать, есть физическое тело, с которым надо отдельно работать, есть энергетика, с которой надо работать. И все надо совмещать и работать грамотно. Нельзя что-то отрицать и говорить, нет, 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 это неправильно, этого не может быть. Нет, как только вы что-то отрицаете, вы делите этот мир на части, и вы отказываетесь от части себя, потому что этот мир есть ваше зеркальное отражение. Отказываясь от себя, от какой-то части, вы проявляете этот отказ в виде какого-то заболевания в реальности. Мы подходим всегда целостно к человеку, как к целостной системе. И мы хотим, чтобы наши подходы все-таки были взяты на вооружение и психологами, и психотерапевтами, и медициной. Возможно, это невыгодно с точки зрения коммерческой, потому что мы быстро решаем проблему, и человек больше не нуждается в покупке лекарств, не нуждается в консультациях, не нуждается в поддержках и так далее. Но, господа, в этом мире миллиарды людей, которые нуждаются в помощи. Поверьте мне, бедными вы никогда не будете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова